Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Наше Житьё!» И последние месяцы, уже более чем полгода, о российской агрессии в Украине и обо всём, что с ней связано, и обо всех, кто с ней связан, ну, в общем-то, не говорит только ленивый. Вот я решил не отступать от общей, так сказать, тенденции, которая ежедневно десятками, сотнями видео идёт на Ютюбе, в Телеграм-каналах, просто в интернете, на сайтах новостных агентств и так называемых новостных агентств. В общем, решил я немножко пройтись по главному, так сказать, действующему лицу, то бишь, главному виновнику всего этого, обнулённому не так давно президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Начну, пожалуй, с последнего слова, вынесенного в заголовок. В том смысле, что очень надеюсь, что Путин неповторимый только лишь потому, что в будущем никому не придёт в голову творить то, что он творит. То есть он останется, так сказать, ну, в любом случае войдёт, вошёл в историю, но останется вот неповторимым, потому что никто не то, что не сможет, не захочет этого повторять. Насчёт того, что единственные, так, пожалуй, да. Возможно, многим мои рассуждения и выводы покажутся странными, дикими и вообще... Вроде того, что идиотскими, ну, это мои рассуждения, мои выводы, мой взгляд на нынешнюю ситуацию в мире, в которой мы живём. Так вот, даже Сталин с Гитлером проигрывают на фоне того, что творит и ещё, увы, сможет какое-то время творить господин Путин. Что бы там ни говорили, я всё помню, хорошо помню и про концлагеря, которые, кстати, придумали не в Германии, если уж на то пошло. Тем более про Холокост, тем более про сожжённые деревни и прочее, прочее, как помню, про Голодомор и про Гулах, про всё это я помню. И тем не менее, на мой взгляд, Путин переплюнул обоих этих главных и кровавейших диктаторов XX века. Гитлер не воевал против собственного народа, скажем, вообще. То есть, те, кто выступали против, имели, мягко говоря, неприятности. Но в целом он старался за счёт оккупированных территорий, за счёт ещё чего-то, как-то улучшить хоть в какой-то степени жизнь граждан Германии. После Гитлера здесь остались автобаны, остались искусственные озёра, выкопанные чуть ли не в улучшную, но люди имели работу, имели за неё какие-то деньги. И теперь этим всем пользуются последующие поколения. То есть, я никак не обеляю Гитлера и даже не пытаюсь это сделать. У Сталина та же, в общем-то, тот же вопрос. Там была великая идея, ради которой с жертвами не считались. Но на минуточку полученные продукты в рамках Ленд-Лиза и прочего Сталину и его подручным не приходило в голову зарывать бульдозерами в землю. Тем более, что эти так называемые антисанкции, антизападные, ввели сами, ввёл сам Путин и его прихлебатели. И вместо того, чтобы отдать в школу детские дома, дома пристроенных, больницей и куда угодно эти продукты, их тоннами, десятками, а то и сотнями тонн, радостно в кавычках закапывали в землю бульдозерами и экскаваторами, ещё показывали это по телевизору. То есть и для Гитлера, и для Сталина какая-то часть, какая, это трудно измерить, но какая-то часть значительная, возьму на себя смелость заявить, собственного народа, была всё-таки важна. С какими целями, для чего, вопрос 16. Мы его сейчас не обсуждаем. Для Путина ни народ, ни похоже, как говорят некоторые мои коллеги, скажем так, на Ютубе, даже собственные дети и внуки, если внуки вообще имеют место быть, ему это всё, на всё наплевать. Это я так очень мягко выражаюсь. Ему наплевать на своих граждан, десятками тысяч уже погибших и явно за сотню тысяч изувеченных, искалеченных. И те, кто остались без ног, ещё, можно сказать, счастливые по сравнению с теми, кто остался без рук. И, естественно, государство за них, о них заботиться не собиралось и не собирается от слова совсем. Путину плевать на граждан Украины, на жителей Украины, на любые гуманитарные способы и методы ведения войны, принятые, скажем, международным сообществом, на всё плевать. Получилось у вооружённых сил Украины освободить практически всю Харьковскую область. Значит, в ответ мы долбим по насосным станциям, по теплоэлектроцентрали, чтобы хоть на какое-то время. А вот мы вот вам... И всё остальное, то есть забота, в кавычках, о мирном населении и закатывание в бетон погибших от их же рук в Мариупольском драмтеатре, и чтобы никто не смог ничего увидеть и доказать. Поэтому Путин переплюнул уже всех, всех, кто был до него. Если брать вот так вот, разложить, как говорится, по полочкам, разложить на чаши весов с одной стороны, с другой. То есть он переплюнул всех. И, похоже, ну, до крайней точки всё-таки, очень надеюсь, не дойдёт в плане применения тактического ядера на оружие или чего-то подобного. То есть его вроде бы как однозначно предупредили, что, парень, это тебе не в питерской подворотне, и тут тебе прилетит, причём прилетит конкретно тебе, не кому-то другому. Единственное, пожалуй, с чем я окончательно не определился по старому, кажется, принципу или по старой загадке, если можно так сказать, что первично, яйцо или курица. Так вот, сам для себя я до сих пор не определился, что всё-таки здесь первично. Путин, который, благодаря своим титаническим, в данном случае, без кавычек усилиям, превратил в российский народ откровенное, я даже не знаю, сказать, быдло, так тоже обидеть. Даже не знаю, какое слово подобрать. Опять же, надо, наверное, оговориться, что не весь, хотя вопрос очень дискуссионный. Или всё-таки российский народ выпистывал своими, так сказать, усилиями, или точнее своим безразличием, своей привычкой, и вот приедет барин, барин нас рассудит, царь, батюшка и так далее, выпистывал этого военного преступника, этого террориста, этого садиста, убийцу. Любое определение вполне к нему подходит. Да, можно кивнуть на соседнюю страну союзного государства, на Беларусь, где вроде как народ тоже вырастил, выпистывал ещё одного кадра. Хотя в разные времена, особенно в середине 90-х, не раз доводилось слышать мнение, что как раз-таки тогда ещё не Путин, а тогдашнее российское руководство, или точнее руководство российских спецслужб, активно приложило руку к тому, чтобы первым и до сих пор, уже 29-й год, до сих пор единственным президентом Беларуси стал этот колхозный, как говорят некоторые белорусские влогеры, колхозный огобли. Ну, это другое, это совсем другая история. Что касается содеянного Путиным, уже содеянного, я не могу, скажем, со 100% и с очень большой долей уверенности говорить, что с его уходом, неважно каким, просто даже ослаблением его власти, которое поймут, почувствуют, увидят в его окружении, что Россия непременно развалится. Не знаю. Потому что, хотя бы потому, что очень боюсь, что этот развал будет еще более кровавым, чем нынешняя агрессия России в Украине. Одно можно сказать, что Путин однозначно вошел в историю, как самый кровавый диктатор, как угодно, опять же, называйте, всех времен и народов. И очень хочется надеяться, что, как и у Гитлера, у него тоже не будет могилы. Он останется в назидании потомкам, как то, чего не должно было случиться и не должно случиться в будущем. Ну, а пока, что пока? Пока мне, в принципе, очень жаль всех погибших, и с той, и с другой стороны. Потому что украинцы обороняют свою землю, обороняются от агрессии, а вот это вот российское воинство, которое сейчас набирается по тюрьмам и чуть ли не психбольницам, их гонят, и идейных среди них. А, собственно, какая идея? Ее, кроме так называемого русского мира, который правильнее было бы назвать российским, ничего другого в современной Российской Федерации, в Кремле, в администрации президента, ничего другого не придумали. Поэтому и идеи-то никакой нет. Просто гибнут. Ну, потому, что этот кремлевский карлик чего-то там захотел, чего-то ему Украина чем-то не понравилась. А потом, а до этого не понравилась Грузия, а потом, если, конечно, это потом у него, не дай бог, будет, ему не понравится Литва, Латвия, Эстония, Польша, Молдова. Ну, не будем уж такими завзятыми пессимистами. Может, все-таки, не может, а рано или поздно в СССР победят, а доживет Путин до хааги, или где-то прилетит виртуальная, но очень материальная табакерка. Посмотрим. Оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живи Беларусь! Слава Украине! Продолжение следует...